Можно ли ожидать изменения ситуации с потреблением пиратского видеоконтейнера? Что можно, скажем так, на сегодняшний момент сказать, Дмитрий? Давайте я попробую. Смотрите, прежде всего, что касается, на самом деле, в том числе, тоже вопрос поведения нашей аудитории, пиратство будет расти. Да, это действительно факт с уходом мейджору с уходом какого-то определенного контента, зритель все равно будет пытаться его искать. Искатель будет пытаться его за счет возможности, там, какие-то настройки платежных систем, своеобразных возможностей. Немного, но они еще пока есть. Дальше он, конечно, не находя какого-то контента, он перейдет в пират. Здесь я хотел прокомментировать, я очень важно, конечно, будет помощь там основных площадок, если говорить про поисковые площадки Google и Яндекс, чтобы они следили за вылечением, за правильным контролем, как у них это происходит. С одной стороны, с другой стороны, ВК, да, то, что мы знаем, что общество идет, и не всегда нам удается эффективно с этим бороться. И это такой очень сильный бич против развития и АВС, и вообще онлайн-кинотеатров, и линейного потребления. Действительно, наверное, сейчас одна из номер один такого угроза, которая существует на рынке. Безусловно, отношение индустрии к лицензированию неоднозначное. Я вот просто могу сказать пример, опыт моей собственной жизни. Компания Disney не любит ни с кем судиться. Вот не любят они судиться. Ну вот, вы нарушили лицательство, вы пропираете или что-то. Они постараются с вами не судиться. Да, они, может быть, там какой-то претензий вам пришлют, но не будут судиться. Но весь менеджмент и акционеров компании, которая нарушила, с их точки зрения, правовую лицензию, или какую еще точку, или просто пропирателям, они их нарушат в блэк лист на всю жизнь. То есть эти люди никогда, ни при каких условиях не смогут работать с Disney. И у них такое правило. Они это не афишируют, но это всем известно. Поэтому, когда мы говорим о какой-то попытке найти вариант принудительного лицензирования, это также может быть, с одной стороны, полезно для наших зрителей, для аудитории, но, с другой стороны, также, мне кажется, может развязать руки пиратам в отношении и какого-то там нашего российского контента. Который мы там производим, который мы инвестируем, мы только пытаемся за счет, будь то рекламной монетизации или какой-то подписной модели, заработать на этом деньги и отбить стоимость этого производства, которое сейчас, как правильно я вам сказал, побеждать будет тот, кто более эффективный. Потому что жирные годы в области производства закончат. Николай правильно сказал, что и главная модель, и падение рекламного рынка, безусловно, будет. Величину его сейчас сложно оценить. Прогнозы разные на следующий год. 30-70%, не знаю, такой рейдж большой, конечно, но он существует. Это, конечно, скажется на возможности финансирования и инвестиции в производимый контент. И здесь любой вариант отсутствия государственной поддержки в борьбе с пиратством, это действительно серьезная угроза для нас. Опять же, призываю площадки, в основном, конечно, поисковые и прочие, тоже действительно относиться к этому, ну, как к основной своей задачи. Если эти воли сейчас, там, Яндекс, он имеет свой актив кинопоиск. В ВК тоже идет, я так понимаю, медленно, но тоже идет в видеосъеме. Возможно, и тут, там, опять же, суть входит о проглощениях или слияниях с кем-то, из игроков в онлайн-киотетов. Поэтому, вот так, на этот момент выглядит наша позиция. Сергей? Тим, я бы хотел к тебе еще спросить про Телеграм. Ты упомянул, как самый основной пират, о котором мы, к сожалению, ничего сделать не можем. А есть вообще какие-то мысли, что с этим делать, кроме как пытаться запретить Телеграм в России? У нас был кейс с Телеграмом. Сейчас, наверное, не знаю, как он сработает или не сработает. Кейс был ответственность третьего лица. Это кейс против сторов, через которые Телеграм распространяется. То есть, это Apple и Google Play, которые были привлечены как третьи лица. И это был спор против, суд против них. Они были привлечены к суду. Тогда, там, в сторону пошли мировой, все договорились. И Телеграм стал, попытался работать в области, пойму из пиратства. На данный момент не понимаем, как сейчас будет это выглядеть. И будет ли возможность также привлечь Телеграм в сторону эти ответственные стороны. Но, вот по другу кейс, тогда мы и договорились. Но сейчас, не знаю. Давайте я нашу позицию попробую высказать. Ну, если уходит возможность легально смотреть какой-то контент, в том числе премьерный, пиратство будет развиваться так или иначе. И если с тем же Телеграмом, как вполне с организацией, работающей в легальном поле, можно как-то бороться, то с настоящими пиратами бороться значительно сложнее. Поэтому, к сожалению, тут этого избежать вряд ли удастся. А то, что касается вот такого нового этого законодательного акта, то он очень неоднозначный. Проблема не в том, что мы не можем там заплатить правообладателям за контент. Нет, такой проблемы не существует. Есть возможность исполнять существующие договоры. Есть проблема в том, что от нас в данный момент по понятным причинам не хотят получать эти деньги. Поэтому никаких поставленных задач этот законодательный акт не лишит, только усугубит существующую ситуацию. Мало того, что Россия – это страна расцвета пиратства, они еще и пытаются ее как-то легализировать. Ну и вот то, что Дмитрий рассказывал про позицию Диснея, она может просто распространиться с конкретных персон на всю страну. И вот крайне негативным последствием, на мой взгляд, такое законодательный акт может привести для будущего индустрии, и мы превратимся в какую-то страну из боя, которая живет не в правовом поле, не так, как весь мир это делает. Александр? Короткая реплика. Я бы сейчас не стал спекулировать на тему непринятого закона, потому что законопроект есть, будет он принят, в каком виде, в каком чтении, что в него еще будет добавиться. Это мне, знаете, немного напоминает известный анекдот американский, когда человек, курящий на 50 этаже небоскреба, видит мимо пролетающего ледового, который сбросился с крыши, и спрашивает его, ты как? Он говорит, ну пока нормально. Вот, прежде чем отвечать на вопросы, связанные с неким будущим, сначала надо долететь, потому что сейчас будут вбрасываться и тестироваться различные модели, и касательно параллельного импорта, и про оборудование, и про все остальное, и касательно принудительного лицензирования, и массы всего других вещей. Для того, чтобы реагировать на какие-то принятые решения государства, надо сначала, чтобы, а, эти решения были приняты в каком-то виде, и, б, они каким-то образом начали правоприменительную практику, извините меня за подобный тяжеловесный термин. Потому что на сейчас это все попытка каким-то образом защититься от агрессивного поведения стран, которые объявили Россией гибридную войну. Понятно, что невозможно минимизировать все риски, и понятно, что часть рисков одних будет повышаться при минимизации других. Это вот о чем говорит Николай Юрьевич. Поэтому в данном случае давайте дождемся момента, когда будут приняты какие-то решения, и тогда начнем их анализировать. Вот сейчас рано вытащит. Нет, все очень хорошо. Самое главное, чтобы не только долететь, но еще и не разбиться, учитывая, что он не слетал. Ну, не могу с такой позиции согласиться, что нужно дожидаться, пока будет принят тот или иной законодательный акт. В последние годы у отрасли сложилось неплохое взаимодействие с государственными регуляторами. Все законопроекты, которые выносились в Думу и в публичное обсуждение, они обсуждались с представителями отрасли. К сожалению, сейчас вот я вынужден констатировать, что власть от этого уходит. И вот обсуждения вот этого законопроекта с представителями отрасли не было так же, как и нового, которое вот недавно в прессе появилась информация об изменении работы рекомендательных сервисов. Ничего с отраслью не обсуждается, и мы опасаемся, что после того, как они будут приняты, будет уже поздно, и мы свою позицию донести никак не сумеем. Такая тенденция нас по меньшей мере очень сильно волнует. Ну да, в любом случае, как сказать, голословно говорить о текущем законопроекте не нужно, но, с другой стороны, услышать мнение сторон, мы помним как-то в законе, мировой принимался тоже, кстати, операторов не слышали и так далее. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы все-таки мнение компаний, которые работают в этот раз и столько лет, тоже были услышаны. Диана, может быть, несколько у тебя есть моментов по вот пиратству, по легальному, скажем так, контенту? К пиратству мы относимся негативно, конечно же, но сам факт его наличия, он, конечно, сейчас стимулируется теми обстоятельствами, которые происходят. Ну вот самый яркий пример – это Netflix, слушающий, да, его как бы закрыли официально, да, и вот сегодня аудитория учится смотреть Netflix нелегально. Никто из онлайн-кинотеатров не выиграл от ухода Netflix объективно. Аудиторию, которой они приучили смотреть свой контент, учится пиратить. И, безусловно, это поведение, эта модель поведения для достаточно большой части клиентов, которые, вероятно, раньше никогда бы этим не занимались и не знали бы об этом, а теперь из-за такого яркого мотива найти тот контент, к которому они привыкли, получают инструкцию. Точно так же, как никто раньше випиены в таком массовом режиме себе не устанавливал, а теперь это каждая домохозяйка знает, как это делается. То есть условия, созданные внешней средой, начинают стимулировать участие аудитории, которая к этому не была предрасположена, и это большой риск для отрасли в целом. Спасибо. Действительно, сейчас рынок пиратства все-таки увеличивается. Действительно, если мы проводили исследование среди Олайн-Кинотеатра, даже в хорошие времена, 48% тех, кто платил за контент, так или иначе, все равно время от времени смотрели какой-то пиратский контент, когда они могли его найти. Сейчас действительно там, допустим, ход Мегаго особо не сказался, потому что аудитории перетекли к рядом с положенным, можно говоря, Олайн-Кинотеатром, а именно ситуация с точки зрения ДЭКов, конечно, поменялась. Мы несколько слов поговорили о рынке собственного контента. Денис, а можно я два слова, может, несколько кому-либо про пиратство скажу еще? Мне кажется, что лояльная позиция власти, государства к пиратству, она за собой лечет, к сожалению, не развитие нашего рынка, особенно если было одно телевидение. И нет более действенных каких-то пиратов, кроме персональной ответственности не владельца площадки, не оператора площадки, который опиратит, а конечного пользователя. Это может быть какие-то административные вещи, уголовную работу, преследование, повторяемости. То есть, если там будет введена система административных штрафов по судам стоимостью 20-30-50 тысяч рублей, то, конечно, в следующий раз задумаются пиратствующие персоналии о том, что проще заплатить за этот сервис или за этот просмотр. Но мы видим, что пока власть на Дакирыче не может идти шаги, но на самом деле это же самый действенный инструмент, который в других странах работает. Да, действительно, потому что если мы берем частных лиц, достаточно это тяжело. С точки зрения юридических, я помню, Триколор несколько релизов запускал относительно борьбы с пиратством, судов и так далее, насколько я помню. Приходили релизы относительно вашей борьбы, когда подключались и транслировали телеканалы бесплатно. Что-то было в этом. Ну да, действительно, мы ведем борьбу с пиратством, но немножко не ту, про которую здесь говорят. Это незаконная ретрансляция каналов и модификация карт доступа. Мы были до сих пор на борьбе с этой частью пиратства сосредоточены. Да, я как-то говорю, что как раз с нескольких секторов происходит, да, и, как странно так, компания, которая занимается вот подобными вещами и как бы частные лица. Поэтому очень хочется надеяться, что действительно государство и компании, которые, как сказал Дмитрий, Google, Яндекс, которые во многом задействованы в поиске контента, тоже к этому присоединятся.